Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители, любители анекдотов и веселых историй. Как всегда, пятница, и снова мы с вами, и снова мы в студии нашей телекомпании. Шановные друзья, байки, бувальщины и анекдоты, они не знают совсем межи. И мы с подкупом компании вежи до вас вернемся. Засмейтесь, посмехниться, потому что для вас проект ВЕСЕЛА ПІЦА! Так я вот за собі думаю, что мне нужно для того, чтобы разбогатить? Або вот гарный бизнес сделать, або пеймать золоту рыбку. Ну а враховуючи мою зібноси, я так подумал, что, мабуть, все-таки завтра я пойду на рыбалку. Ха! Сережа, ты вчера видел, как наши шведов отымели? Та не, я пейсоматикан юзер сразу выключил. Женился Колобок, лежит после первой брачной ночи в постели и думает, да, бабка все-таки что-то не долепила. Одесса, маленький дворик, две соседки. Соня говорит, как вы там поживаете? Ну как мы живем? Вчера жду зяму с работы, взяла рыбу фаршированную, фаршмачок, заставили ножку на ливочке, мы пришел, пришел, мы сели, выпили, взяли за руки и пошли в спальню. Говорит, ну и шо? Говорит, шо сидели, пели еврейские песни? Говорит, а у вас, Галя, как? У нас это троха не так, троха не так у нас. Я ждала с работы кольку, приготовила там, нажарила картошку, капусту, все, доставила в бутылочку. Водочки пришел, сели, выпили, потом взяли за руки и пошли в спальню. Говорит, ну и шо? Говорит, у нас был секс, мы не знали еврейских песен. Кафе-бар, біля міської реанімації, заходить клієнт і робить замовлення. Два стакани водки. Официант два стакани водки ставил, один выпив, другий официант з барменом передивился, а шо це було. Ну и цей же клієнт сразу поясню. Ну, вы понимаете, мы два друга, мы разом проводим весь час, а вот мой друг попав в реанімацію, а я ж за нього переживаю, вроде мы разом, я за себе и за нього вот це выпиваю. Понятно, на другий день приходить два стакана водки, на третий день два стакана водки, тільки заходить кожен день ему два стакана водки. І тут через тиждень приходить один стакан водки. Як, ваш друг умер, в реанімації все, умер? Не, живий, просто я пить бросил. Ох, і хитрый ти, Іванушка, як ціловацься, так царевич, а як жениться, так дурачок. Ученые подсчитали, що каждый немець в среднім выпиває 200 литров пива за год. Ну-ну, похоже, средній немець у нас учатся в 10 класі. Куме, слухай, а десь це я то ви пропали, то що цілий тиждень я вас не бачив. О, куме, так я ж на полювання ходив. На полювання? А, я, ну і я. Так, не дуже вдало, бо, ви знаєте, от обожор на полювання, арушицю забувся вдома. Да. А там тільки зайшов уїзд, а там кабан. О, так я й на дерево не заїз, і заїз на тиждень цілий тиждень. От тиждень на тиждень. Ай-яй, ай-яй. Куме, що ж витаміруй? Так той. Бігінка приносила. Дружина до дому приходить з роботи з сумками, з пакетами, вся така засмучена, заморена, майже зла. Каже, ну як тут, що тут хорошого поки мене не було? Чоловік каже, так поки тебе не було, було все хорошо. А мене подружка сказала, що в постели нужно быть непредсказуемой. І от, вовремя секса, я достаю боби. Лежить лиса по лесу, друг із кустов. Кукаряку, кукаряку. А шмых тут, такая возня. Виходит волчара, штаны подтяну, рубаху надеваю. Говорю, хорошо знати іностранные языки. Одеса, базар, подходит покупательницей. Женщина, шо у вас так воняє риба? Шо вы, шо? Риба свежая, це я воняю. На курорте. Господин, а фото с обеззянкою не желаете? Нет, спасибо. А видео? Семеро одного не ждут, сказали гномики. І начали оргию, не дожидаясь белоснежки. Я не мог спокійно смотреть, как она от меня уходит. Поэтому я пританцовываю. Куме, а я так чув, шо вы отначе на рыбалку зібралися. Та, так я ж рыбак. Кула, да, да, зібрали. Куме, а скажіть, а яку рыбу ви хочете зловити? О, рыбу. Та, рыбу цього, кабачка, кабачок, так кабачок є. Риба? А я, кабачок? Да, так нікому, такої риби нема. Ну, як нема, ну, ікра ж є, є. Так і риба така повинна бути. Будьмо. Ні, 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 хлопці, щось, щось мені тут дуже якось скучно. Це якби якусь таку компанію, знаєте, таку, ну, невеличку таку, нафту. Одна подруга рассказывает, що вчера мені було так скучно, і я незнакомому мужчині отослала свою фотографию і підписала. Ти мене зовсім не любиш, дружище. На следующий день ко мене пришли 365 його друзей во главе з женой. Друг мой, якщо ти остался жив, прости. Лето, время отпусков, муж отправив жену отдыхати на югах, ну, а сам с мужиками в залете. Жена шлет телеграмму через две недели. І все равно, ти у мене самый лучший. Друг, ви знаєте, мене по ночам мучить совість. Нічого страшного, спіть дні. Горнолыжний курорт, сверху стоїть мужик. Крутой мужик, крутой костюм, солнцезащитні очки, крутейшие лыжи, палки. Первый спуск в жизни, спускається, не вписується в поворот, влетає в подъємник, ударяється, лежить. Така картина. Костюм порван, рєбра побиті, колено разбито, нога сломана, синяк под глазом, половини зубов нет. Он поднімається, зуби сплєваєт. Говорит, а все равно лучше, чем на рабочий. Гена, Гена, а почему наш вагон называют голубым? Он же зелёный. Я сейчас объясню тебе, мой противный. Подозреваемый так красиво врал, что следователи начали продавать билеты на допрос. Вот гарну людину, так, гарну людину абсолютно нічого не може зіпсувати. Ні влада, ні грошей, абсолютно нічого. А чому? Та тому, що гарной людині їх просто-напросто не може бути. Самый распространённий вид плавання – это медленно заплывань жиром. Ну шо это за жизнь? Валяєшся на диване целыми днями, смотришь телек. Вечером девки, понимаешь ли там чипсы, пиво, блин, сигареты. Пап, пап, ты меня сейчас критикуєш или завидуєш? Сара Исааковна, я поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам всего самого лучшего. Ой, спасибо, спасибо. За целый день ни одна скотина, кроме тебя, меня не поздравит. А куда это мы идём? Да так, хочу убить одну сволочь. А если она убежит? Я тебе убегу. Вы знаете, у меня жена очень умная и такая предприимчивая женщина. Даже если мы с ней поругаемся, не разговариваем неделю, всё равно меня после работы ждёт вкусный ужин. И борщ, и пельмешки, и компот. Правда, всё в одну тарелку. Ночью в тёмном переулке. Эй, мужик, а ну гони сюда, телефон, смартфон или плеер. Мужик достаёт пистолет. Лучший ночной гаджет – это ствол. Вот, навіть, найкрасивіша жінка, інколи сомневается у своей краси. А маленький, лисий, пузатый, с кривими ногами мужик, ну завжди плин джентльмен, а? Диагра плюс Димитрол – любовь, похожая на сон. Эдуард, вы же прекрасный пластический хирург. Ну расскажите какой-нибудь анекдот про врачей. Да какой там анекдот? Целый день топором намахаешься, сил нет. Соня, ваши ноги мне напоминают французскую архитектуру. Я надеюсь, это Эфелева башня? Нет, это триумфальная арка. Ну, рассказывайте, что у вас тряслось, дедушка? Ой, доктор, ой, сынок, уже все трясаетесь. Когда Маша, уехавшая учиться в Москву, говорила по телефону своим родителям, говорить не могу, я на паре. Она их не обманывала. Правда, эту пару звали Ашот и Вазген. Муж вынимает из бара все спиртное и складывает потихонечку в сумку. Жена ему говорит, послушай, мы едем только на два дня на дачу. Зачем нам столько спиртного? О, дорогая, это не мы едем, это наш сынок на два дня один дом остается. Человек собирается в баню, таки, весел, и радостная дружина запитывает. Так вы же в баню придешь? Он говорит, пора же запомнятать, что по пятницям я на дому пригожим в субботу. Минский виноводочный завод начал выпускать водку в бутылках с левой резьбой. Такого западла на похмелье, а в него нет, да у них кто. Алло, здравствуйте, а кто трубочку взял? Алло, здравствуйте, я не брал. Официант, это вы мне что подали? Это счет? Или вы решили мне продать ресторан? Два киллера играют в морской бой. Е2 ранил, Е3 ранил, Е4 убил, Е4, я же говорю, убил. Контрольный. Доченька, ты все пельмешки скушала? Да, папа, умничка! А, сволочь, ся мать! У бедного кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его побаивались даже волки. Куми, а знаете, наука вот это доводит, что горелка это враг. Да, наука. А, а Библия вот каже совсем по-другому. Библия каже, вот любил врага своего. Да? О, куми, так смотрите, как мы правильно с тобой живем. И по науке, и по Библии. Ха-ха-ха-ха! Уй, боже! Пацієнт вышел из стоматолога, стоматолог ему говорит, ну я, вы дали ваш зуб, вот, тому вы спокойно можете не ести 2 години. Он говорит, дякую, доктор, и с вашим зином я спокойно, еще не буду ести 2 тижни. Выпил водку президент, но президентом не стал. Выпил вино президент компании, президентом компании тоже не стал. А выпил пиво, гозил, и сразу почувствовал результат. А, Маша потеряла девственность, и боялась идти домой. не бояться. Четвертое девчонка за неделю. Хай, почему вы опоздали на работу? Я поздно вышел. А нельзя было выйти раньше? Уже было поздно выходить раньше. Телефонный звонок из Москвы, Украины. Алло, здравствуйте. Слава Украине. Ой, только не надо этого. Ну, чего этого? Ну, да что вы сказали? А что я сказал? Слава Украине, а героям слава. Доктор, я уже неделю не могу сходить в туалет. Голубчик, главный оптимизм. Не можете в туалет, сходите в театр. Горько, не могу сходить в туалет. пакет молока пакет сметаны бутылка водки а за рассказ туриста побывавшего на сафари лучше всех в колхозе работала лошадь но председателем она так и не стала я смотрю вы жиреет чего это вдруг икра на столе так это ж кабачковое но ведро доктор у меня нос заложен я вас умоляю меня заложены машина дача квартира вы тут со своими соплями если вы меня спросите что такое алименты так я вам отвечу алименты это членские взносы приезжаю домой в доме чистота порядок все сияет на столе первое второе десерт думал это счастье казалось задний бампер слушайте куб а скажите что вас больше вражает в науке а в науке так куману одразу и не скажешь что вражает а вы подумайте куб а подумайте а я придумал что это знаете что а ну что зубную пасту проверяют на яйцах ягды старался физрук танцевать на дископяте все время у него получалось некий приседание скажите он будет жить конечно а может договоримся а мне муж сказал что я умница красавица и не важно чей муж сказал сарочка шо ты мне тычишь эту бумажку моня ша это расписание наши скандалы в следующей неделе представляете я только из лондона вернулся вы даже не представляете как легко закатрить англичанку даже не знаете сколько у меня там никого такого не было смотрите джейн кэтрин келли мэрилин джон кто-кто джон вы представляете в лондоне там такой туман васёк тебе бы кола приходил хотел с тобой дровишек поколоть с какого хрена ко мне приходил я ему 200 рублей три недели должен ну не знаю с топором приходил всю дорогу к загсу кукла на капоте свадебного автомобиля поворачивалась к жениху и шептала беги дружина человеку коханий я же думаю ты не забыл что завтра день народжения у моей мамы а блин а каждый рик одна и та же самая шел сегодня по улице а на встречу идет девушка в футболке такая красивая и большая надпись я дура я в столбине думаю что это такое повернулся а сзади написано ты тоже мужики вчера сидел в контакте и чувствовал себя полковником чего это полковнику никто не пишет мы уже нервничали прибегать кровину и древо как поступить может вы знаете надо подумать постоял подумал говорит иди домой собери все грязные старые кальсоны и сожги их вы думаете поможет нет но хуже не будет заседание верховной ради спикер перед початком звертается москалев нема не нема точно нема точно точно нема но тогда можно и по-русски поговорить бобер опознал на голове охотника своего давно пропавшего деда ну вот дорогие друзья пришла грустная минута с вами прощаться но мы не прощаемся с вами надолго мы прощаемся на следующей пятницы а в конце я вам хочу сказать открыть большую тайну что смех лечит все болезни кроме поноса а 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